Он не упал, да, в опасное положение, не стал контратаковать, отдал один балл. И сейчас просто защищается, не дает провести переворот накатом. Борьба переводится в стойку. Вот посмотрите, какие взволнованные лица только что были у тренеров. Дмитрий Георгиевич Мендиашвили, Виктор Алексеев. Вот снова атака Купеева. Вновь Купеев в атаке. Купеев более опытный и намного старше. За ковер, за ковер удалось. За Сойтиева. Он, в общем-то, уверенно борется в этой схватке. Надеется победить. Но посмотрим, что нам покажет младший брат Бувайсара Сойтиева. Вот сейчас он пытается раскрыть Купеева, борец в красном трико Сойтиев. Но Купеев уходит в защиту и вышел за ковер. Арбитр показывает выталкивание. Арбитр показывает выталкивание и переводится борьба в центр ковра. Пока 1-0 пропускает две ноги. Но контрприем. Да, да, да. Вот сейчас молодец. Молодец. Здесь как-то даже Купеев расслабился. Какое-то мгновение расслабился и быстро, быстро Сойтиев зашел назад. Вот сейчас нужно Адаму накатить, потому что иначе борьба выравнивалась. Все начинается сначала. Идет третья минута борьбы. Вот дай Бог, чтобы Адам сейчас почувствовал уверенность в тебе. Купеев ставится в партер и Адаму есть возможность накатить своего соперника. Но Купеев растянулся вот так, лег полностью на ковер. И в такой позиции очень трудно накатить. Здесь, пожалуй, подошла бы тактика старшего брата Адама. У Вайсар всегда как-то раскачивает соперника. Обман этот никогда не знает, в какую сторону будет накат. И обычно это проходит олимпийскому чемпиону. Вот снова пропускает в ноги. Защищается, конечно. Это все-таки опасно. Каждый раз 5 атак и 5 захватов Купеев выполнил. Захватывает плотно. И только в последний момент. Или это манера защиты Сайтеева. Но, однако, отдавать захваты в такой ситуации все-таки не следует. Вот здесь либо, наконец, Купеев проведет прием, либо Сайтеев проведет контур прием. Хотелось бы, конечно, чтобы было последнее. Но, тем не менее, прошло 3 минуты, более 3 минут. Уже поединка. Счет по-прежнему 1-1. Но сейчас Сайтеев активизировался. Как-то веселей пошла борьба. Просто его борьба. Вот он выключает руку снизу и идет вперед. Прессингует Купеева. Купеев уже не так яроатаковал. Вот несколько раз атакуя в ноги, ныряя в ноги, он все-таки сбил дыхание. И сейчас уже он почувствовал, что захваты ног у него прием не проходит. И он как-то сбавил в темпе этого удушевила нашего Адама Сайтеева. Ну, сложно, сложно накатить Купеева из стандартной ситуации. Адаму нужно придумывать что-то иное. Может быть, воспользоваться тактикой Купеева, раз он сейчас выдохся. И наверняка не ожидает этого. Но, тем не менее, советовать легко сложно быть там, на ковре. Адам, вот, может быть, пойдет. Купеев пока просто остановился и отдыхает, я думаю. Вот эти попытки не удались. Это... он сменил тактику борьбы. Впрямую не атакует, так агрессивно, агрессивность не проявляет. Но где-то он все равно... вот взрыв. Вот только хотел сказать, где-то он взорвется. Вот последовал взрыв. Защищаться, защититься нужно. Да, захватил ногу. И, видимо, все-таки он здесь может перевести. Вот в этой ситуации, в очень сложной ситуации, если борцы не выйдут за ковер... Да, молодец. Ушел Адам, молодец. Молодец, Сайтеев. Блюдная гибкость. Поздравляем его вот из этой ситуации. Из труднейшей ситуации ему удалось выйти. И он не отдал. Не отдал вот этот балл Купееву. Который... 53 минуты до конца сейчас любое техническое действие может оказаться практически решающим. Тем более, если его оценят в два балла. Сейчас вот Сайтеев идет в плотный захват. Купеев отступает. И ему объявляется замечание. Это второе замечание. Купееву он ставится в партер. Нет, Сайтеев выбирает стойку. Это достойно борца. Стойку выбрал. И борьба продолжается в стойке. Срыв захвата получился. Так там даже и захвата не было. Купеев снова имитирует бросок. Броска не получается, естественно, с Сайтеев. Не мог просто улететь в данной ситуации. Борьба переводится риск. Не подготовлен. Опять. Опять. Вот эта атака была, конечно, до конца. Балл, балл, балл. А до окончания остается всего один балл. 15 секунд. Надо, Адам, устоять и в дополнительное время уже действовать. Дополнительное. Сейчас не пропустить накат. 10 секунд остается. Не пропустить. Вот не отдать два балла еще в это время. А Купеев пытается захватить ногу. Нет. Нет. Он не рискует. Он ждет. Ждет, когда звучит сирена. И без остановки будет назначено дополнительное время. Красноярец Адам Сайтеев проигрывает со счетом 2-1. Купееву сейчас достаточно взять всего один балл. И поединок завершится. И вот, вот, атака, атака Купеева. Сейчас. Адам, Адам, молодец. Молодец. Смотрите, что он сделал. Перевел. Ведь он уже взлетел над Купеевым. И в этой ситуации он не закрепостился. Он расслабленно просто растянул Купеева. Купеев разочарован. Вот так качает головой, сидит. Как можно в этой ситуации, просто как кошка, Адам сумел вывернуться и растянул своего соперника в невыгодную ситуацию. И вот сейчас Купееву дается замечание. Он ставится в партер. Вновь все начинается сначала. Два-два. Сейчас одно техническое действие, которое оценят судьи, решит исход поединка. Как необходимо сейчас Адаму напрячься. Немного бы ему опыта еще. Вот еще немного опыта старшего брата. Трибуны, трибуны. Вот сейчас пойдет. Должен пойти прием. Пойдет ли прием? А может и захват есть, и все есть. Нет, не получается. Трибуны поддерживают. Мы болеем. Однако прием не получился. Борьба переводится в стойку. У Адама большая, большая недоработка. Он пропускает в ноги все-таки. Пропустив ноги, ведь труднее защититься. Легче блокировал соперника не дать пройти в ноги. Какое напряжение? Когда пропускаешь ноги. Ведь потом-то очень тяжело отстоять вот этот балл. И сейчас вот, конечно, над этим надо работать. Он молод еще. Ясно, что ему предстоит еще работать над этим. Но он уже раз в восемь пропустил в ноги. И два раза в этих случаях проиграл. И даже можно сказать, что хорошо защищается в сложнейшей ситуации. Но нельзя же допускать эту сложную ситуацию и нервировать нас, зрителей. Все-таки у Адама просматриваются еще элементы такой детской, юношеской борьбы. Здесь, конечно, я думаю, может быть с возрастом пройдет. Но еще есть у него такая, как отражая некоторая, бесшабашность. Вот именно, да. Я с этим вполне согласен. Слишком открыто идет в бой. Слишком открыто. Это, конечно, хорошо. Мужской характер, задирительность. Но в борьбе нужно быть похитрее. Это прекрасно. Но он раскрывает ноги. Идет снова вперед. А тот купеев отступает, отступает. Выбирает момент, шаг назад и шаг вперед. Проходит в ноги. Просто удачно выбирает момент. На этот раз он там выбирает партер. Партер, да. Предупреждение сделал арбитр. Вторая минута дополнительного периода. Раньше времени. Трибуны волнуются. Тренеры вот подсказывают Адаму. Необходимо. Необходимо сделать любое техническое действие отсюда. Накатить хотя бы через лопатки. Пускай будет один балл. Этого достаточно. Купеев стоит. Купеев стоит. Раскинулся. Он знает, что любое движение, оцененное судьями, это поражение. Поэтому он отдыхает. А вот Адам-то сейчас выкладывается. Отдает все борьбе. А Купеев в этот момент отдыхает в партере в положении нижнего. И сейчас у него есть возможность после этого же момента отдыха взорваться и пройти в ноги. А Сайтеев атакует. Сайтеев притингует. Сейчас захватывает руки. Но время. Здесь слишком рисковать тоже нельзя. Однако и бороться, бороться он украшает своим поведением борьбу. Но мы-то волнуемся. Нам нужна его победа. Он переведет, переведет. Нет. Купеев в контратаке. Перевод не получился. Сейчас. Немножко, немножко не хватило скорости Адаму. Если, если минута, минута пройдет и квадка закончится. Вот при счете 2-2. Но едва ли так она закончится. Здесь, конечно, будет еще такая техническая оценка. Скорее всего будет. Если с таким счетом закончится борьба, победа будет присуждена Адаму Сатиеву. По замечаниям. Поскольку Купеев сейчас явно, явно ушел в глухую защиту. Но дело в том, что он контратакует. Вот сейчас контратака. Смотрите. Ох, что будет. Адам. Какой красавчик. Ну что такое. Есть, есть. Молодец, Адам. Молодец. Мы поздравляем его. Потрясающе. Это потрясающе. Да, это трудно прокомментировать. Смотрите. На грани победы был Купеев. И в контратаке. В контратаке вырвал в напряженнейшем поединке победу наш Адам Сатиев. Трибуны ликуют. Мы поздравляем нашего Адама. Да, посмотрите. Вот извините, конечно, за эмоциональность. Но сложно, сложно здесь не быть эмоциональным. Потому что Адам Сатиев, воспитанник Красноярской школы борьбы, представляет команду Россия. И такая напряженнейшая схватка. А вы посмотрите на повторы. Защищается великолепно. Конечно, есть какие-то недоработки. Тем не менее, ну, нельзя вот этой юношеской горящей, дерзости такой Адама, дерзостью нельзя не любоваться. Потому что действительно настоящий боец, я бы сказал. Боец, он украшает борьбу. Но мы-то волнуемся. Ясно, что очень рискованно идет в борьбу. Все-таки более опытные спортсмены. Посмотрите, что ты делаешь. Вот эта манера все-таки при... Ушел. В дальнейшем, если он будет совершенствовать борьбу, это давать будет только победы. Такая манера борьбы. А куп